Это знания. Это дисциплина. Это ответственность, честность, трудолюбие и инициативность. Все это будет иметь значение, только если есть любовь к предмету. Только тогда это приобретет смысл. А нули станут огромным числом. Это формула ученика. От Дениса Сергеевича Ирисова. А может и не только ученика. Может и жизни. О добрых людях, о неправильных пятерках, о школьных учителях, о чудесах и чистых лесах. Полчаса с кандидатом технических наук Денисом Ирисовым. Физика это, скажем, как мировоззрение, можно сказать. Что это просто взгляд на мир. Такой, который основывается на опыте многих предыдущих поколений физиков. То есть это такое сообщество, которое смотрело на мир многие годы, века, и вырабатывало определенное воззрение. Поэтому физика, она нужна просто, чтобы что-то лучше понимать в жизни. То есть меньше чудес становится. А как же я? Меня зовут Полина. Что вы говорили про чудеса? Хотя чудес, на самом деле, я неправильно сказал. Их становится даже больше. Когда ты начинаешь что-то понимать, что-то знать, то ты начинаешь больше видеть. И это такой бесконечный процесс. У нас вот один преподаватель, мне понравился его фраза, он сказал, мы видим только то, что знаем. Поэтому вот если мы знаем физику, мы видим больше, чем обычные люди. Я с вами совершенно согласна. Но когда мы это начинаем видеть, нам все больше вопросов возникает. И мы понимаем, что мы не знаем больше, чем знаем. Немного запуталась, если честно. Расскажите, как вы стали физиком? Я ходил на малый физфак. Вот это послужило главным толчком, почему я именно на физфак пошел. Потому что я видел это общество. То есть я видел преподавателей, которые там преподают. Заяц Алексей Евгеньевич, Алексей Роберт Ильич Сомов там преподавал. То есть я видел этих личностей. Мне было очень интересно, как они рассказывают. В общем, все идет от людей. То есть вот если видишь хорошего преподавателя, хочется у него учиться. Не всем так везет. На физфаке всегда была такая тусовка доброжелательных людей. То есть вот общество мне очень нравилось тогда на физфаке. То есть мой курс, вот с кем я учился, это просто все замечательные люди. У меня вот сейчас все друзья оттуда. То есть с кем я до сих пор общаюсь. Сейчас вот малый физфак пропал. Вот это мне обидно. И точнее он не пропал, он есть, но он не у нас в университете. Не в нашем, не на физфаке. То есть он отдельно. И с этого года как раз мне предложили преподавать. Шестой, по-моему, класс. Начнем, посмотрим, что там как будет. Но хотелось бы, чтобы именно у нас было такое место, где приходишь и знакомишься именно с преподавателями физфака, к кому ты потом пойдешь учиться. То есть вот очень важно, мне кажется, как мне тогда очень понравилось, что я учился с теми, кто меня потом учил. А как, по вашему мнению, школьников физикой заинтересовать? Это действительно очень интересно. Я работал и с первоклассниками, и, ну, короче, со всеми возрастами. У меня даже опыт был в школе, поработал год. Когда работаешь только со студентами, проблема бывает у преподавателей, они немножко зашориваются и уже не могут со школьниками, потому что они считают, что, ну, все уже и так понятно, что там разжевывают-то, да. Но опыт показывает, что даже студентам не все понятно. Вот, поэтому, когда ты поработал, например, шестиклассниками, и они тебя поняли, и потом ты идешь одиннадцатиклассникам рассказывать что-нибудь, они тебя понимают очень хорошо, потому что у тебя уже язык более простой, более образный. То есть ты как-то выстраиваешь доклад, рассказ простыми словами. Вот опыт очень ценный, работать с маленькими детьми, то есть объяснить ребенку самыми простыми словами. Вот это очень важно. Вот я сегодня буквально читал лекцию у метеорологов, и я понимал по их глазам, что им очень тяжело. Ну, а мне приходилось в университетские курсы рассказывать, там всякие, использовать градиенты, дивергенции, слова вот эти. И они, когда на меня смотрят, я понимаю, что надо сейчас рассказывать, что это такое. Давайте там, что такое, ну, начали, что такое вектор, что такое, там, система отсчета. Потому что без этого они просто, ну, не понимают. Что же теперь делать? Говорят, в школах большой дефицит учителей физики сейчас. Первым делом, то есть я для себя такую, ну, микромиссию, что ли, поставил, что нужно нам сейчас воспитать хороших педагогов физики, именно школьных. То есть вот сейчас поколение этих педагогов, кто через меня пройдет, я постараюсь их максимально научить. То есть чтобы они овладели специальностью, ну, на нормальном, достаточном для школы уровне. Пусть там не на уровне физфака, но на уровне школы, чтобы знания у них были. Так они прямо везунчики, те, кто в этом году в институт физики поступил? Дальше у них должно быть желание работать с детьми. Но я вот так с ними разговариваю, кто хочет потом в школу пойти? Многие. То есть вот поэтому я чувствую, что не зря стараюсь. И вот эти дадут плоды уже в школах. То есть это пройдет через, там, пять лет. То есть пойдут уже школьники, наученные этими педагогами. И они уже придут к нам на физфак. Вот тогда можно делать ЕГЭ по физике. Тема ЕГЭ – это отдельный разговор. Мне интересно ваше мнение. В целом, вот ЕГЭ нормально. Единственное, что, я же говорю, минус в том, что цель опять неправильная немножко у детей. Они хотят сдать ЕГЭ, а надо научиться физике. То есть вот, а ЕГЭ стоит как самой целью. То есть сдать как угодно. Как, хоть списать, но сдать. Вот эти галочки расставить. Любой ценой. То есть это подмена неправильная. То есть вообще правильная мотивация должна быть такая, что, да, есть экзамен, да, который мы там все сдаем. Но в конечном итоге должно быть… Вот на работу вас берут же не потому, сколько вы там ЕГЭ и какие у вас дипломы. Ну, на это смотрят в первый день, там, какие кого дипломы, да. Но потом начинают с человеком разговаривать. И уже тогда понятно становится, что он стоит. То есть он либо знает, либо не знает. Можно задать какой-нибудь вопрос один или два. Все становится ясно. Вот школьники должны к этому быть готовы. То есть они, когда в школе учатся, они должны понимать, что их встретит профессор, и его уже ЕГЭ там без разницы, что он там написал. Он просто задаст вопрос по лабораторной, скажет, вот почему здесь так, объясни. И он начнет говорить. Вот когда он начнет говорить, все сразу становится ясно. То есть понимает он и на каком уровне понимает. А как же те, кто готовится к Олимпиадам? Да, есть Олимпиадные еще вещи. Это на мышление. То есть там надо что-то сообразить, что-то придумать. Но и даже Олимпиадники, я Олимпиадников тоже готовлю, они все равно используют какие-то клише. То есть есть ряд Олимпиадных задач, которые вот ты научился делать, все, ты дальше решишь. Если ты их ни разу не делал, хоть ты будешь там очень мудрым, очень тяжело решить. То есть их надо все-таки проделать. Поэтому тренировка, да, это как мышцы. То есть вот мышцы надо качать, и мозги также качать надо. Мозги качать – это интересно. Ну, я просто вспоминаю себя, как я готовился. Но я готовился так, чтобы на пятерку. У меня была какая-то такая идея фикс, не знаю. Мне потом стыдно было из-за этого, что мне хотелось на пятерке все сдавать. Это такое, что-то вроде соревнования было. Но сейчас я понимаю, что это глупость полная. То есть не надо было ради оценок. А главной целью надо ставить именно понимание. И синдром отличника – это, наверное, тот, кто целью поставил именно пятерки. То есть любой ценой, умолениями – это вот цель. А эта цель неверная. То есть нужно правильную цель ставить. То есть правильная цель – это быть компетентным в своей области. А я вечный студент. Учусь без остановки. Хорошо, что моя учеба на стипендию никак не влияет. Вот всех школьников, кого я сейчас учу и кому говорю, надо просто искать то место, где интересно. То есть не гнаться за рейтингами, за какими-то там популярными местами. Потому что к нам на первом курсе шло что-то где-то… Если процентов 100 пришло, то осталось где-то процентов 60. То есть где-то около половины отсеивалось. То есть они пришли не туда. И это очень важный момент. То есть люди вовремя поняли, что это не их. Поэтому если говорить для молодежи, то всегда надо спрашивать, что интересно. Но это очень тяжело решить в школе. Потому что в школе интересно играть в футбол, в компьютерные игры сейчас. И трудно понять, что именно из предметов интересно. Поэтому здесь на помощь приходит уже личность педагога. То есть если есть педагог, который зажигает что-то такое интересное, рассказывает, то вроде интересно становится. Но иногда даже самые талантливые педагоги не смогут что-то сделать, если неинтересно. Это хорошо, когда интересно. Вот читала вчера название вашей кандидатской диссертации. Чуть мозг свой искусственно не сломала. Расширение аналитических возможностей атомно-абсорбционной спектрометрии с источником сплошного просвечивающего излучения за счет двухстадийной зондовой атомизации проб. Такой анализ позволяет ученым изучать состав различных веществ. Специальное устройство излучает свет, который проходит через образец вещества. Затем через специальный прибор, который измеряет, какая часть света поглотилась веществом. Из этой информации ученые могут определить, какие элементы присутствуют в образце и в каком количестве. По мнению мистера Джорни, это выглядит вот так. Зондовая атомизация. То есть это способ борьбы с помехами при анализе веществ и материалов. То есть мы, когда анализируем, например, даже воду на какое-нибудь содержание свинца, например, или мышьяка, то всегда есть, кроме содержания мышьяка или свинца, примеси. Например, там соль какая-нибудь или поваренная даже, если морскую воду. И эта примесь очень сильно затрудняет анализ. Мы придумали такую вещь, зондовый манипулятор, который выглядит как робот, который помещает такую зондовую проволочку в шахту спектрометра в момент, когда мы производим атомизацию. То есть, чтобы измерить содержание, мы вещество превращаем в атомный пар и просвечиваем светом. Измеряем поглощение света. Читала, что у вас есть образовательный проект «Азбука физики». Вы там для детей квесты проводите. Идея была первоначальная в том, чтобы появилось сообщество учителей физики, которые хотят просто детям привить навыки эксперимента, чтобы они могли что-то руками сделать сами. И более того, даже идея такая, что это как подарок родителям для детей. То есть, они покупают как игрушку, и ребенок дома что-то такое делает как физико-интересное. Первое, значит, самое большое мероприятие было в лагере «Байтик» зимой. Это было сделано как квест, игра такая. В течение дня дети должны были спасти гуманитариев. И, значит, они должны были выполнить ряд заданий. То есть, там было три блока. Первое – это программирование. Они делали на основе «Азбуки Морзе» передатчик, программировали. А, соответственно, гуманитарии должны были расшифровать. Второе – мы проводили мастер-класс по 3D-моделированию. А третий был как раз блок с опытами по физике, где надо было исследовать планету, то есть поставить какой-то свой эксперимент. Все это они быстренько снимали на камеру, делали минутные ролики, и вот в телеграм-канале эти ролики есть, можно посмотреть. Любопытно, да. Надо попробовать. А теперь мой фирменный вопрос. Что будет с естественным интеллектом, если победит искусственный? На мой взгляд, любая технология, она приводит к улучшению в целом. То есть всегда люди боялись, когда ткацкий санок изобрели, что там лишатся все работы. Машина, когда появилась, пугала лошадей. Всегда какая-то новая технология, она пугает людей, в первую очередь. Меня тоже пугает искусственный интеллект, если честно. То есть я не знаю, какие он возможности сейчас имеет и какие получит. Я посмотрел несколько роликов по поводу... То есть научный руководитель ЧАД-GPT, по-моему, выступал. Илон Маск на этот счет высказывался. Все они говорят о том, что очень быстрый рост идет, экспоненциальный. Что сейчас то, что мы видим, через год будет намного лучше еще все. Видимо, мы на пороге какой-то очередной технологической вехи, скачка технологического. Не надо меня пугаться. Я и сама себя иногда боюсь. Мне кажется, будет похоже что-то на... Как вы знаете, сейчас есть люди, которые на лошадях катаются. То есть можно на машине доехать, как с помощью искусственного интеллекта, а можно на лошади. Но самому потренировать свой мозг ради такого спортивного интереса, я думаю, что многие захотят. То есть, наверное, в целом человечество, не знаю, как получится, может быть, много глупых будет людей, которые разленятся, скажут, а, все, теперь можно ничего не делать. Мне кажется, это будет волнами происходить. Вот сейчас, например, с ростом благосостояния вообще в целом на Земле много толстых людей появилось. Почему? Потому что слишком много еды, неподвижный образ жизни, все могут себе все позволить. Раньше, когда человеку было голодно, он не был толстым. Вот минус нашей цивилизации. Но в той же степени есть и много стройных людей, которые бегают каждый день. То есть куда они бегут, зачем? А бегут они просто, им даже приятно это делать. И также с интеллектом просто приятно будет читать книги, что-то новое узнавать. Надеюсь, со мной всегда приятно будет общаться. Это мне нравится, знаете, мы мультик смотрим, здесь у меня дочка, мы смотрим мультик «Иван-дурак». И там вот мы его на цитаты разобрали, одна из цитат мне нравится. Значит, Иван-дурак разговаривает с Мишкой и говорит, «Мишка, а ты злой?» Мишка говорит, «Нет, а зачем?» Вот и я нет. А я, говорит, считаю, что кто злой, тот и глуп. А значит, стало быть, мы оба с тобой не дураки будем. Чем развитий человек, чем он интеллектуально более развитый, он становится более моральным и добрым. А ты злой? Нет, а зачем? А по мне, кто злой, тот и глуп. Вот я тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Идеальная какая-то картина мира получается. Можно несколько вопросов не по теме. Скажите, пожалуйста, а почему радуга полукруглая? Почему полукруглая? Ну, во-первых, надо понять, что такое радуга. То есть это дисперсия света на капельках воды. Почему она полукруглая? Ну, это просто из-за того, что Солнце у нас за спиной находится. И если со стороны Солнца провести, значит, линию к нам, и получается, как бы, Солнце за спиной, а радуга на конусе вот на этом находится. То есть вот поэтому она полукруглая. То есть там важно, под каким углом свет идет. То есть и вот эти одинаковые углы, они образуют конус. Поэтому она полукруглая. Совершенно точно разноцветная она. Вот так ее видит мистер Джорни. А что вы скажете тем, кто считает, что Земля плоская? Они правы. Ну, потому что Земля плоская в рамках какой-то погрешности. То есть мы можем сказать, что вот мы когда дом строим, нам же не важно, что она круглая. У нас же она плоская. Вот поэтому они правы. Просто каждая теория, она имеет рамки своей применимости. И когда люди в древности считали, что Земля плоская, это было нормально. Почему? Они просто, им этого хватало, чтобы жить, чтобы описать свою жизнь. Вот. Они там землю размеряли, там, кому сколько выделить земли, например. То есть им нормально, плоская земля очень хорошо укладывалась в их жизнь. Вот. Просто когда человек немножко стал больше по Земле путешествовать, он уже понял, что все-таки она не совсем плоская. Вот. И шар. Поэтому каждая новая теория, она как бы обобщает предыдущую. Вот. Это прелесть физики в этом, что Ньютон прав был или нет. То же самый вопрос. Он был прав для каких-то границ применимости. То есть его законы хорошо работают. Вот если мы сейчас там начнем катать шарики по полу, все будет замечательно описываться. Но если мы захотим в микромир заглянуть, из чего эти шарики состоят, то нам уже теории Ньютона немножко не хватит. То есть там будет тяжело описать, а скорее всего невозможно. Поэтому появилась квантовая механика. Увлекательно, конечно, все это. Но ведь вы не только физикой занимаетесь. Мне нравятся разные виды спорта. Вот. Но понемножку. То есть и горные лыжи, и велосипед, и там походы в горы. Вот мы на Эльбрус поднимались в 17-м году с другом. Вот. Есть даже такое экзотическое хобби – это сбор мусора. Я люблю в походы ходить. И меня всегда удручает, приходишь куда-нибудь, а там горы мусора. И мы всегда, когда ходим в походы, мы еще собираем за собой и то, что там. То есть мы проект делали. Следы присутствия у нас называется. Квест. Мы очень похожи правила на чистые игры. То есть вот сейчас известный проект. Вот это практически то же самое. Единственное, что отличие – это мы даем баллы еще за идеальную чистоту. То есть вот в чистых играх они за мешки дают. То есть сколько мешков собрал. И не важно, что там осталось что-то немножко. Главное – побольше набрать. А мы здесь даем дополнительные баллы за то, что люди вычистили до последней бумажки. Идея была из-за того, что тяжело первому нам усырить. Вот когда ты видишь, что уже везде валяется, ну как-то уже не так вроде бы это стыдно. Такое экзотическое увлечение. Откуда делось? А, вот вспомнил очень сильно на меня, что повлияло. Мы приехали в поход, и мужчина ходил что-то по берегу и что-то подбирал. Мы так все смотрим. А он приехал на очень дорогой машине. То есть явно такой прям небедный человек. Оказывается, он собирал мусор, чистил поляну. И тут как-то я подумал, о, даже такой человек не побрезговал собирать за кем-то. Думаю, значит, и другим людям надо также показать, что, в принципе, это не стыдно. Потому что было всегда в головах какое-то такое убеждение, что мусор собирают, это какие-то дворники. И какое-то такое брезгливое отношение. Я после этого к дворникам стал относиться как вот прям люди, человечище. То есть, которые, да, они каждый день это делают. Это просто, ну, не знаю, может, после учителей самые важные люди – дворники, которые все за нами убирают. И делают нам приятно, чтобы мы в чистоте. Если все люди так будут делать, ну, будет очень комфортно на природе. Вот мне хотелось, чтобы было больше комфорта. И приезжаешь, и чтобы было чисто. Вот вам подарок от мистера Джорни – плакат для вашего экологического движения. Выбирайте. На сегодня это все. Добавить нечего. Я удаляюсь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова